Я утречком вышла на прогулочку, пока жара не началась. Но похоже, что сегодня у нас не будет особой жары. Вообще в Канзесе, конечно, летом это что-то. Это мы просто, знаете, пробегаем из машины, там где кондиционер, в дом, там где кондиционер, или из дома в машину, причем быстренько так. Или из машины в магазин, там тоже везде кондиционеры. Вот такое у нас лето. Ну, конечно, там где какие-то аквапарки, там, конечно, приятно и хорошо. Можно охладиться. Вот видите, какая вот Америка вся. Вот такая вот она одноэтажная. Вот я бы сказала, только Нью-Йорк, наверное. Только Нью-Йорк, каменные джунгли. А в основном все вот такое вот, по всем штатам. Ну, просто вот где-то в каких-то штатах, в каких-то городах крупных, просто вот даунтаун, это так у нас называется центр. Вот даунтаун просто может быть побольше. Даунтаун, конечно, всегда состоит из таких вот очень высотных зданий, часто небоскребов. Ну, вот у нас просто очень высокие здания. Но он, как правило, небольшой. Просто вот в больших, допустим, Чикаго, да, там, конечно, побольше даунтаун. Там люди гуляют пешком, вернее, ходят. Ну, гуляют, ходят, как угодно. А так все-все на машинах. И вот вся она такая вот низенькая, это Америка. Первое время это очень непривычно, и я бы сказала, многим очень не нравится. Ну, мне в том числе, мне не нравилось то, что она такая низенькая, потому что я привыкла к большим высотным зданиям, ну, хотя бы среднего размера. Мне казалось, я вот в какой-то деревне живу, ну, такой вот полированной, знаете, от маникюренной красивой деревни. Ну, сейчас, сейчас вот совершенно по-другому. Сейчас я вот именно только вот такой вот и приемлема. Ну, конечно, я тут прожила кучу лет. Поэтому мое сознание изменилось очень сильно. Очень тут их много. Это я только часть их показываю. Много нас тут гусей. Они, это называются у нас канадские гуси. Я не знаю, как они называются в Канаде, но мы их называем канадскими. Обычно они летом летят туда, где прохладие, то есть в Канаду. А зимой они летят обычно в Мексику. Ну, вот эти вот у нас тут находятся. Где-то они тут летают. Может быть, они по пути у нас остановились. Малыши, такие миленькие. Тут же где-то мама с папой. Вообще-то я не знаю, как мы с чего, парами или нет. Утки, да. Я сейчас в долларовом магазине, потому что я жмот. Я этого не скрываю. И здесь я сейчас буду экономить где-то в пять раз. Ну, на всякие такие вот нужные в хозяйстве штучки. Вот, ну, я люблю сюда заходить, потому что я здесь очень много нахожу нужного. И экономлю где-то в пять раз. Ну, в три это точно. Они очень-очень любят вот эти всякие свечки. Жечь. А здесь вообще можно по доллару их купить. Хорошие причины, блин. Вот они массовые, какая-то вот яблочко. Вот еще какая-то тряпическая свечка. Где можно очень-очень хорошо сэкономить на вот это вот алуминем фойл. Это вот алюминий, знаете, в котором можно готовить. Там рыбу запекать, может быть, картошечку в духовку. Ну, всякое можно делать. Вот даже вот пластик тоже. Все-все по доллару. И, конечно, экономия очень сильная получается. Но вот такой вот, вот такой ерунду. Жалко всегда тратить денег. И вот такие вот всякие штуки. Вот в Америке любят готовить вот в этих вот вещах. Тоже все по доллару. Иногда что-то дома готовят, а потом, допустим, стерковь приносят. И даже вот и там и выбрасывают. Никто дома это все не несет. Потому что они такие вот разовые, да, формочки для, может быть, для пирога большего. Может быть, для кессерол здесь такие вот готовят в духовке. Всякие такие вот продукты консервированные. Вот огурчики, там, грибочки. Ну, все-все по доллару. Так что вот все, что я вам показываю, вы понимаете, что это все по доллару. Вот этот вот пирог, он везде немножечко больше. Здесь он доллар. Шоколадный точно, точно такого же бренда. Ну, здесь вот так вот. Вот это я сейчас возьму. Это для мессера. Пятьдесят. Пятьдесят вот этих вот пирогов. Интересно. А вдруг они для меня маленькие? Не знаю. Ну, возьму на всякий случай. Потому что они доллар. Такое вот для хозяйства. Конечно. Я буду повторяться. На все это очень жалко денег. Всегда. Потому что, ну, такое вот. Такие вот дела. Но когда это по доллару, то вообще всегда так радуют. Нравится полотенце. Потому что вот эти краски не отстирываются быстро. Вернее, они, наверное, отстирываются, светлеют. Но все-таки не так быстро, как вот в тех супермаркетах, которые я обычно, которых я обычно беру. Вот поэтому я возьму здесь сейчас полотенечко новое. Такая нужная-нужная, принужная домашняя утварь. Есть, не буду спорить, есть, конечно, такие вещи, которые я здесь купила. Они оказались вообще бесполезными. То есть не работали. Вот. Ну, многие, многие отлично даже работают. Такие все эти, всегда это нужно в хозяйстве. Конечно, цена доллара, это вообще чудо. Очень-очень нравится вот эта щетка. У меня сейчас такая щетка. Я беру просто вот, чтобы было дома. Потому что, не знаю, они куда-то исчезают. Иногда куда-то едешь, с собой берешь, а потом назад не берешь. Вернее, забываешь там, куда едешь. Такой вот отдел. Очень-очень полезно, потому что все нужно по доллару здесь купить. Для школы. Не знаю, для чего еще. Вот. Я тоже здесь могу много чего найти. Что мне нужно, к примеру, вот эти вот блокнотики. Сейчас куплю ручки, это точно. И тут всякие раскраски. Вот. Библия тут есть. Еще. Конечно, экономия здесь колоссальная. У тех, у кого дети, те знают, что постоянно-постоянно какие-то нужны игрушки. Все время нужно радовать ребеночка чем-то. Вот там больше игрушек. Когда это можно по доллару покупать, то каждый день вообще можно ребенка радовать. Такие, как это называется, пазлос. Ой, забыла русское слово. Ну, вот когда составляешь что-то из вот таких вот сегментиков. Забыла слово русское. Интересный. Мы купили как-то с дочкой. Составляли. Долго составляли. Мы очень сложный купили. У вас для дня рождения можно всякого накупить. Чтобы это все очень-очень весело выглядело. Всякие вот эти вот штуки. Дети любят это. Гляньте, какие я свечки тут нашла, как пироженки. Видите, такие интересные. Вот такие вот пироженки. Тоже все по доллару. Тоже все это по доллару. Ну, конечно, если сравнивать, допустим, даже с волной. С волной там, это все равно очень-очень дешево. Из этих вот фруктов искусственных можно, конечно, сделать очень интересное. Ну, что-то вроде эти банки на кухню. Что-то очень красивое можно с этого смастерить. Учитывая, что каждая фрукта по доллару, а не по три, а не побольше, как в других магазинах. Мальчик. В общем-то, купила я 13 наименований. Заплатила, по-моему, 13. Заплатила 13.93 с налогом. Вот, видите. И сейчас давайте посмотрим, что же я там купила. В общем, купила вот такой вот мылом. Большой огромный. Лимон и вербена. Сделано в Америке. Купила себе ручки. Нет, вот, пилочки. Теряю их постоянно. Вообще у меня, не знаю, кто-то, наверное, дома ест их. Купила вот эти вот щеточки, потому что очень уж они хорошие, мягкие. И, в принципе, щетки надо часто менять. Хорошие щетки. На самом деле, очень хорошее качество. Часто покупала из раскрученных брендов, но они меня так десно ранили. Значит, вот эти вот, это ватные такие вот. Они всегда нужны в косметике. Вообще, женщинам очень нужны. Постоянно мы ими пользуемся. Каждый день, да. Значит, вот такие вот ручки купила. Надеюсь, вам вообще хорошо там видно. Света слишком много у меня. Значит, носки без... Знаете, такие носки, которые не видны из туфель. Вот такие вот. Возможно, дочка у меня их заберет. Она такими очень... Такими пользуется, так скажу. Так, ну, наушники купила, потому что, ну, не знаю, попробую, как дешевые работают. Вот, в принципе, говорят, дешевые нежелательно покупать, нужно хорошие фирменные. Ну, попробую все-таки. Доллар. Ну, не идут, так выброшу. Так, вот это вот такая вот штука. Это такой вот пакет для одеяла, да, вот, которым ты не пользуешься. Засунул в этот пакет, утрамбовал его и под кровать куда-то в пакете. В общем, не всегда вот эти вот работают. Некоторые разрываются, некоторые у нас работают очень долго хорошо пакеты. Ну, в общем, опять же, ну, не работает, ну, и ладно. Доллар. Купила вот это вот полотенечко. Оно мне понравилось, и я знаю, что... Да что ж такое у меня со светом тут? Я знаю, что будет оно долго красивым, даже после стирки. Так, что еще? Я купила вот такой вот блокнотик. Он мне нужен, причем нужен для разных вещей. Нужно было, может быть, два покупать. Потому что один я хочу купить как пленор, ну, там просто планировать, да, свои дни, что я собираюсь делать для месяца. А другой мне для всяких, для компьютерной информации нужен. Так, что я еще купила? И вот пакеты мусорные купила. И что еще, что еще? А, дезодорант вот такой вот купила. Ну, он везде в супермаркетах продается. Но вот здесь он просто дешево очень. Тот же самый, только так. Вот Lady Speedstack тоже по всем супермаркетам. Ну, так. В общем, где-то я сэкономила, наверное, долларов 40, купив все это здесь, за 13. За 14 почти. В общем, где-то в другом магазине это, наверное, все бы мне стоило, ну, сколько? Ну, может, не 40 сэкономила, ну, 30 я сэкономила, но в любом случае. Это хорошая экономия. Даже не в два раза гораздо больше. Ну, вот так вот. Все, всем пока для этого видео. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok